Восстановиться после коронавируса новосибирцам предлагают с помощью лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики. Занятия проводят по видеосвязи. Специальные упражнения подойдут и молодым, и пожилым пациентам. За реабилитацией онлайн наблюдала Анна Братушкина. Доктора в больнице, пациенты, каждый у себя в квартире. Занятия по лечебной физкультуре в госпитале ветеранов войн проводят по видеосвязи. Так помогают выздоравливать новосибирцам, переболевшим ковидом. Две недели после выписки им рекомендуют оставаться дома и постепенно восстанавливать ослабленный организм. Здесь нужно понимать, что легкие, они очень хорошо пострадали. Поэтому нам нужно с самого начала их восстанавливать с легкой методики. Эта легкая методика, она как раз подходит для того, чтобы и молодой человек, и пожилой человек могли в равной степени восстановить свои возможности. У первой группы завтра финальное четвертое занятие. После этого делать гимнастику будут самостоятельно еще несколько недель. Инструктор показал упражнения, врачи объяснили особенности реабилитации. Требуется сейчас научиться заново дышать, восстановить жизненную емкость легких, задействовать и, как бы я хочу сказать, восстановить всю мышечную активность. И в первую очередь дыхательную мускулатуру. Мы ориентируем наших пациентов, чтобы не было тревожности и волнений, что выраженная интоксикация после новой коронавирусной инфекции сохраняется длительное время и может сопровождать пациента от нескольких месяцев и до года и более. Что есть выраженные симптомы – это потливость, слабость и невыполнение обычных своих физических нагрузок. После каждого занятия пациенты заполняют анкету самочувствия. Так врачи следят за динамикой выздоровления. По завершении курса занятий дыхательной гимнастики в форме видеоуроков мы приглашаем пациентов уже сюда, к нам в госпиталь, на уже индивидуальную программу реабилитации в условиях дневного стационара. Здесь пациенты не только занимаются лечебной физкультурой. Им делают массаж, физио, солевые ингаляции. Это поможет окончательно восстановиться после тяжелой болезни. Анна Братушкина и Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...